Повышение тарифов за вождение в нетрезвом виде не дало ожидаемого результата. Только за 11 месяцев патрульной полиции Одессы составлено 12 тысяч административных материалов. Беспечность со стороны водителей, мягко говоря, шокирует. Если взять до повышения штрафов до августа и после августа, в принципе статистика не изменилась. В среднем 70 фактов в неделю выявления нетрезвых водителей за рулем. Если до августа месяца штраф составлял 3 тысячи гривен с копейками, либо лишение, на сегодняшний день 130 статья, часть 1 административного кодекса предусматривает штраф 10 тысяч 200 гривен и лишение на год. Если повторно в течение года, то 20 тысяч 400 и дальнейшие лишения. И затем идет по увеличению. Водители не пугают огромные суммы штрафов. Точнее, они не думают об этом, когда садятся пропустить очередную рюмку. Патрульная полиция постоянно проводит рейды по выявлению любителей под шофе сесть за руль. Результат – всегда кто-то попадается. Да и статистика говорит сама за себя. Почти каждая десятая авария с травмами происходит по вине пьяного водителя. Новогодние праздники явно побьют все рекорды по количеству выявленных пьяных водителей. Патрульная полиция уже готовится переходить на усиленный режим несения службы. Будет усиление службы, это будет патрульная полиция, это будет нацгвардия, это будут также и ребята-курсанты университета МВД и, конечно же, общественники, которые всегда рядом, которые готовы нам помогать и очень часто помогают. В данный момент мы также с некоторыми из общественных организаций патрулируем в ночное время в местах концентрации как правонарушений, так и криминальных нарушений. Правоохранители напоминают, Новый год в первую очередь – это долгожданный детский праздник. А взрослым стоит перед застольями оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом или такси. Иногда обеспеченность и надежда на авось приводят к непоправимым последствиям. Не стоит омрачать себе и другим волшебство Нового года.